Прививки, профосмотры, лечение зубов, диспансеризация взрослых и детей. Почти неделю назад плановый прием пациентов возобновило 51 медучреждение Края. Сегодня еще 28. Вот только по-прежнему в этих списках нет барнаульских больниц и поликлиник. Получить помощь жители Краевой столицы могут только в экстренном порядке. Тут вот со мной было, желудок прихватило. Я, собственно, пришла, меня приняли в наши 14-е. Такая прелесть, не было никого народу, вы представляете? У вас была острая, да? Острая, да, боль. На сайте Краевого здравоохранения черным по белому написано, что ближайшая от Барнаула больница, где уже оказывается плановая медицинская помощь, находится в Новоалтайске. Сейчас мы позвоним и узнаем, можно ли там без труда попасть к терапевту или полечить зубы. Рекстратура, здравствуйте. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли записаться к стоматологу? Нет записи. Нет? Острая боль и прием. В каком ограниченном режиме я работаю? Пока что талончики не выставляются. На сайте Минздрава есть список медучреждений края, где уже стартовал плановый прием пациентов. Мы можем на него опираться? Или стоит все-таки уточнять, в регистратуре работают? Нет, безусловно, для список можно опираться. Этот список официальный, он доведен до всех медицинских организаций. Между тем, барнаульцы, особенно пожилые люди, ждут не дождутся, пока зеленый свет на плановый прием загорится и для них. Нужно, потому что люди уже давно не обращались в медицинские учреждения. Оплатно не у всех есть денюжки, особенно пенсионеры. Это все очень дорого. Так что я думаю, что нам нужно оказывать помощь. И врачи не очень-то спешат на помощь. Кстати, табу на плановые осмотры лежит и на частных клиниках. Желание пациентов сдать кровь или сделать УЗИ – не основание для оказания платных услуг. Клиники теряют доходы, а пациенты – здоровье. Огромное количество людей, страдающих хроническими заболеваниями, нуждается в постоянном уходе. И, по нашему мнению, есть доля правды в том, что ограничение плановой медицинской помощи приведет к увеличению числа неинфекционных заболеваний и к обострению ранее существующих хронических. А это может привести к еще большему, скажем так, упадку со стороны общественного здоровья. Частные медучреждения искренне удивляются, почему услуги первой необходимости, плановый прием в Барнауле запрещен, и работы ресторанов, парикмахерских и фитнес-центров уже нет. Но в Минздраве ответов не дают, и прогнозов по возобновлению плановых осмотров в городе тоже. Ведь количество заболевших COVID-19 по-прежнему высокое. И лидирует Краевой центр. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.